Всем привет! С вами Громакина Ярославна. Сегодня я хотела бы поговорить про такой случай, который очень печально произошел с нами в Улан-Удэ, в республике Бурятия. 19 января, полдесятого утра, школа номер пять, это Сосновый Бор, ворвался подросток, девятиклассник, который закинул в кабинет по русскому языку коктейль Молотова подожженный, когда класс загорелся, судя по источникам СМИ, как они писали, он стоял на выходе с топором и топором рубил семиклассников и учительницу. Пострадало в этот момент достаточно большое количество человек. Одна девочка до сих пор находится в коме, это девочка, у которой рубленная рана на лице, на щеке. Одна из девочек получила травматическую ампутацию двух пальцев, из-за этого был даже приглашен хирург к нам, чтобы провести операцию. Некоторые дети получили... Также пострадала учительница, которая хотела помочь защитить детей. В связи с этим событием вообще я хотела бы на эту тему, может быть, как-то поговорить, потому что да, сразу в СМИ появилось очень много вопросов, очень много комментариев. Первый был вопрос о том, что ребенок находился под воздействием компьютерных игр, социальных сетей, что в школе отсутствовала охрана, что классный руководитель уделял мало внимания, что наше образование, учительница, которая поставила двойку, ЕГЭ виновата, Путин виноват, Россия виновата, виноваты, наверное, одноклассники, виноваты события, которые предшествовали этому случаю и что их выкладывали в Ютуб, опять в интернет, компьютеры, видеоигры. Это все зло виноват, а вот виноваты все. Вот почему-то вот никак не родители, да. Я вообще считаю, что если ваш ребенок бьет других детей, которые младше его, которые физически его слабее, и не могут дать сдачи, который рубит топором женщину, учителя, в этом может быть виноваты только родители, которые воспитали такого ребенка, которые не оказывали ему внимания. Да, мы живем сейчас и знаем, что в такое время, когда мы говорим, что деньги сейчас решают все, нужно родителям зарабатывать, чтобы этого ребенка, дети обуть, чтобы он был сытый, чтобы он опять-таки был при компьютере и интернете, мог себе это позволить. Нету времени, да, на воспитание детей. Зачем ты заводишь детей? Чтобы вот получать такие случаи? Ладно, хорошо. Но это, наверное, не основная тема, о которой я хотела бы поговорить вообще. Я хотела бы поговорить о том, что как только появились эти сообщения о нападении, одно из них было о том, что этот подросток, он находился под воздействием спайсов, и что будто бы он играл в компьютерную игру, и ему показалось, что компьютерная игра продолжается, и что он выполняет какую-то миссию. Мне вообще эта идея показалась очень интересная и правильная. Я вообще могу предположить, что такое было. У нас в Улан-Удэ уже был аналогичный, можно так сказать, случай, когда отец, находясь под воздействием спайса, напал на свою жену, убил его рожденного ребенка, жену там затыкал, осколком стекла сломал, и, по-моему, если я не ошибаюсь, убавлюсь две руки, она еще как-то смогла достучаться и дозвониться до соседей. Вот именно такая теория, да, она, мне кажется, более правдоподобной. Может быть, здесь тогда даже не виноваты были бы родители, потому что синтетические наркотики новые, их воздействие на наш организм пока еще недостаточно изучено, может быть, и мы не знаем, какие последствия вообще мы получим в будущем от тех людей, которые их употребляют. Другой разговор. Я хотела уже давно поднять эту тему, но не поднимала ее как-то. Мне казалось, она очень злободневной, социально значимой. Вообще о наркомании не в принципе. Когда об этом случае узнал один мой знакомый, он сразу сказал, что он согласен, что, во-первых, ребенок мог находиться под воздействием какой-то синтетики. И что это было, кстати, одной из версий, которая самая первая пришла ему в голову, на ум тоже, до того, как он прочитал ее на социальных сетях. И он сказал, ну, действительно, ничего удивительного, потому что сосновый бор, ну, что такое сосновый бор? Сосновый бор – это у нас военная часть, там расположена военная часть, да? Что в наше время военное? Это хорошо, такой хороший платежеспособный объект. Если вы занимаетесь распространением наркотиков, если вы наркодиллер, вам неинтересно будет подсаживать, наверное, наркотики людей, которые не обладают деньгами, кэшем, бабосиками. Вам интереснее, конечно, посадить на наркотики именно те слои населения, которые являются платежеспособными. И вот у нас в нашей замечательной стране, которую я люблю без всякого сарказма, платежеспособными людьми являются как раз-таки, наверное, эта категория военнослужащих. Они действительно при деньгах. Я думаю, что деньги не задерживают. Деньги они получают гораздо лучше, чем мы, работники в бюджетной сферы. Конечно, они защищают нашу Родину. Некоторые из них бывали в горячих точках и так далее. Но поскольку это люди платежеспособные, их можно легко посадить на наркотики. Причем на наркотики синтетические. Почему? Потому что периодически люди проходят медосмотр, вы знаете. И некоторые категории лиц проходят нарколога и сдают анализ на наркотики. И это моча, да, например. Бурятия – это прям заповедник, заповеднище, наверное, нашей, которая растет под ногами. Как можно, да, ее употреблять? Особенно лицам, которые, наверное, у них слабый стержень, слабый характер или еще что-то, податливые, в чужом мнении и так далее. Но одна проблема. Если вы пойдете сдавать тест на наркотики и курили на шуб природного происхождения, каннабис, то у вас ее, скорее всего, обнаружат. А когда у вас ее обнаружат, то злой врач-нарколог вас поставит на учет. И чтобы с него сняться, вам придется потратить большое количество времени, сил, перестать употреблять, либо идти на какие-то ухищрения, чтобы вас не ловили, что вы продолжаете употреблять. Поэтому появилось замечательное решение, наверное, для людей, которые хотят у нас употреблять все-таки наркотики – это синтетика. Синтетический аналог каннабиноидов, который имеет такой же, а порой, может быть, даже и гораздо более сильный эффект, раз он вошел в моду, и его не определить обычным тестом, причем полоской. Чтобы его определить, используют другие, более современные, более дорогие методы, или, наверное, хроматографии, наверное, какой-то, потому что я не особо разбираюсь, но тем не менее. И поскольку метод дорогостоящий, то его применяют только в том случае, если есть показания, если врач подумал, что вы находитесь под действием синтетики, вам его назначат. Ну, уже, наверное, не совсем какой-то там обдолбыш, обкурыш, который на курице пойдет сдавать анализ на нарколожку. Ну, конечно, нет. Поэтому, скорее всего, эти случаи выявляются единично, случайно, а вот это неправильно. А что происходит у нас не случайно? Совершенно не случайно у нас появляются в сосновом бару в большом количестве закладки, так называемые. Это те места, в которые положили наркотики, в том числе спайсы, миксер, соль, там, скорость, я не знаю, как их называют. Но, по крайней мере, их раскладывают, да, когда у них покупают, допустим, те же самые военнослужащие, у которых есть деньги, которые могут их купить, и сообщают о том месте, где находится эта закладка. Так если все-таки в сосновом бару действительно процветает такая синтетическая наркомания, я нисколько не удивляюсь, что какой-то человек, подросток, учащийся там школы номер пять, мог ее легко найти. Легко найти, действительно, не знаю, может быть, выкурить и находиться в состоянии компьютерной игры, пойти натворить такое злодеяние. Но это проблема вообще не только соснового бора. Если говорить об ОМУД вообще, уже давным-давно, допустим, был такой, наверное, слух, может быть, кто-то о нем не знает, это уже не такое закрытое учреждение, как сосновый бор. Все-таки сосновый бор – это закрытое учреждение, там, видимо, какой-то режим пропускной, у нас есть завод, который называется ЛВРЗ, локомотивовагонный ремонтный завод, да? Там вообще ситуация гораздо хуже. На ЛВРЗ работал также мой приятель, он работал, наверное, около года, и потом он рассказывал интересные вещи, говорил, что на ЛВРЗ в ЛВРЗ очень много было внутривенных наркоманов. Заводчане, так же, как и военнослужащие, люди с деньгами, которые ежемесячно, а точнее, наверное, каждые две недели, как положено по закону, получают заработную плату. Они получают заработную плату и могут себе позволить быть наркоманом. удовольствие, это, видимо, дорогое. Тем не менее, он рассказывал, что он работал на бригаде с одними и теми же людьми, и никогда даже у него мыслей не было, он даже ни на сколько не подозревал, что некоторые из них – это наркоманы. Причем, наверное, такие, которые курят канабис природный, это самые настоящие внутривенные наркоманы. Потом, когда он узнал и увидел это все, он был просто поражен. А когда он узнал, что они еще и многолетние наркоманы, он говорит, ты никогда не поймешь, что этот человек, с которым ты работаешь, бок о бок, что он наркоман. Потому что, если он приходит и у него плохое настроение, ты будешь думать, что ему просто грустно. День у него, может быть, не задался плохо. Может, начальник наругал, в семье какие-то проблемы. Если он приходил с хорошим настроением, начинаем думать, наверное, все хорошо дома. Наверное, его хвалят ценят на работе. Может, хорошее в жизни произошло. У меня никогда даже мысли не было такой, что некоторые люди с моего жилет. Заводы с моего цеха, они глянут наркоманы. Пока я об этом не узнаю. Пока ты не увидишь какую-то дорожку какую-то на руке, может быть, что-то еще. Но это было уже давненько. Сейчас все-таки, я думаю, даже те же внутривенные наркотики, героин, дезаморфин, они также выявляются более-менее легко с помощью каких-то тест-полосок. А синтетика пока нет. И я не удивлюсь, если, может быть, там же, на этом же заводе уже так же процветает наркомания современная, синтетическая. Ну, это были мысли-услух. И вообще у меня такое предложение, может быть, кто-то когда-то посмотрит это видео, какой-то человек, представляющий власть или правительство, все-таки для определенных лиц людей, платежеспособных или наделенных какой-то властью, нужно ввести в обязательном порядке сдавать не только мочу на наркотики, но проходить тесты на синтетику, сдавать кровь на наркотики. Вот такое мое предложение. То есть хотя бы раз, там, я не знаю, ну, в год хотя бы, может быть. Даже если, мне кажется, поймать такого человека, который употребляет тот же синтетический наркотик, даже если хотя бы одного вы в год вот так вот выявите, это представьте, какую трагедию можно было предотвратить. На этом мысли вслух у меня закончены. Будет мне очень интересно, конечно, почитать было бы ваши комментарии. Они для меня важны. Ставьте лайки или дизлайки, если вы со мной не согласны. Всем пока, и я надеюсь, что у нас будет как можно меньше таких случаев, чтобы у нас было меньше наркоманов, наркотиков, всей этой грязи. Радуйтесь жизни, живите счастливыми, занимайтесь саморазвитием. Удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok